В Карачаево-Черкесии продолжается всероссийский конкурс профессионального мастерства среди учителей родного языка и родной литературы. По традиции первым этапом является методическая мастерская. На этот раз перед членами жюри выступала и представительница нашей республики Ида Дахчукова. О презентации методических проектов в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Педагог Карапакской средней школы Ида Дахчукова рассказывает членам жюри о своих методических приемах, которые используют во время уроков. По словам участницы заключительного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства от Карачаево-Черкесии, только искренняя любовь к своей малой родине, к родному языку, к культурному наследию народа могут помочь в обучении школьников. Дети должны чувствовать, что преподаватель хорошо разбирается в том, о чем говорит. Чукотский автономный округ очень многонациональный. Там национальности все, все и России, наверное, проживают. Именно народа и коренной национальности нас очень мало. Например, в Чукотском автономном округе Эвенов проживает 1200 человек. Из них где-то четвертая часть знают, а носителей языка очень мало. Если первый день конкурса был для 72 участников ознакомительным, то во второй уже самим педагогам предстояло показать экспертам свои передовые навыки и методическое мастерство. Разумеется, далеко не каждому конкурсанту рассказ на русском языке дается так же легко, как на родном. Впрочем, жюри оценивало не только умение учителей держаться уверенно, но и их демонстрационные ролики, наглядные пособия и многое другое. Мы уже неоднократно говорили о том, что родные языки, к сожалению, особенно для малочисленных народов, находятся в стадии сокращения, в стадии умирания, я бы сказала. Поэтому сохранить и развить родной язык – это наша задача. И вот этот конкурс, он как один из инструментов поддержания интереса к родному языку и мотивации учителей дальше работать, сохранять и развивать родной язык. Для каждого учителя, который вышел в заключительный этап профессионального конкурса, 19-я гимназия Черкеска стала площадкой, где можно показать не только знание предмета, но также творческие способности и нестандартный подход к подаче темы. Далее педагогам предстояло преподать мастер-класс ученикам. Артур Мухцелий Бастанов, 200, Карачаево-Черкесия.